Нежные цветы, городские улочки, иконы, натюрморты, портреты известных личностей. В выставочном зале ДК Подмосковья открылась выставка вышивки. Изящных нитей мастера представили 103 работы, выполненные в различных техниках. Авторы экспозиции давно расширили границы и выбирают не только традиционные крест и полукрест, но с удовольствием включают в картину ленты и металлизированные нити. А верхом мастерства профессионалы называют старую добрую гладь. Выполнять работу правильно могут лишь настоящие умельцы. Вышивка – это один из древнейших видов народного искусства. И цель этой выставки – развитие и сохранение этого вида искусства. Потому что, прежде всего, для мастеров это и обмен опытом. Они могут посмотреть, что делают их коллеги. Естественно, они общаются и обсуждают, чего нового достигли, какие новые техники освоили. И каждый раз появляются новые работы. Это скрупулезное занятие долгими вечерами поистине изменило жизнь члена творческого объединения ЛИК Марины Галкиной. Даже в самые сложные времена она работала под девизом «Ни дня без строчки». И плоды труда не заставили себя долго ждать. В 12-й по счету выставки изящных нитей мастера автор представила работу по мотивам картины Клода Мане «Терраса в Сент-Адресте». Вот эта вот картина, она несет заряд бодрости. Потому что там чувствуется свежий ветер с моря. Там развиваются флаги, там фрегаты, там парусники. Там замечательная картина. И там художник. Вот прежде чем начинаешь работу, ты должен понять, что хотел сказать художник. Вот в данном случае я даже изучила его биографию, познакомилась с его другими работами, узнала, почему он создал, как создавал эту картину. Красногорские мастера покоряют своим талантом, не только выставляясь дома. Они регулярно становятся лауреатами крупной областной выставки в электростале. Организаторы советуют не упустить шанс насладиться миром вышивки, посетив новую экспозицию в ДК Подмосковья до 23 октября. Спасибо. Спасибо.